Здравствуйте дорогие друзья! Это программа компании люди и ведущая Александра Алферова. Сегодня в гостях у меня Андрей Павлов, президент компании Zendon. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Расскажите, чем занимается ваша компания? Наша компания занимается производством продажи обуви. Под брендом Zendon? Да, под брендом Zendon. И не только под брендом Zendon. Вообще наши магазины мультибрендовые. И какие бренды представлены у вас в магазинах? Десятки. То есть их нет смысла перечислять. Из них шесть своих собственных, кроме Zendon. И десятки, десятки сторонних поставщиков. А в каком сегменте вы работаете? В среднеценовой сегмент. То есть мы стоим выше на 20-30 по цене, чем наши конкуренты основные кари Циндробов. И чуть ниже тервали на иконике. А сколько магазинов у вас сейчас в сети? В данный момент 186 магазинов. Это Москва, регионы? В Москве всего 12. В основном это регионы. То есть мы вообще шли с регионов. То есть вы пришли из регионов в Москву? Да, мы пришли из регионов в Москву. Хотя сами находились в Москве. Да, интересно, какой у вас ход. Начали с регионов. А в каком году? Мы вообще компанией производственной были. То есть у нас были две фабрики обувных. Это конец 90-х, начало 2000-х годов. Мы занимались производством обуви в России. Ну, потом в силу ряда событий производство обуви стало абсолютно бессмысленным. События это очень простые. Рынок был серый, черный. Поэтому заниматься белым бизнесом в виде производства обуви, когда вокруг тебя полностью черное поле, а это Китай и прочие страны, ну, не было никакого смысла. Пришлось фабрики закрыть. Вообще? Да, и перейти в торговлю. А в каком году компания появилась на российском рынке? Ну, в принципе, в 95-м. Зенден с 97-го года. И вот сейчас вы не только продаете, но и отшиваете? Да, да. Мы всегда отшивали, то есть больше или меньше. Да даже то, что мы производим где-то в других странах, мы участвуем в процессе полностью. А где отшивается, в каких странах? Бразилия, Турция, Китай основной поставщик, конечно. Хорошо. Специфика работы, на ваш взгляд, с конечным потребителем, все-таки это такой средний сегмент. И вы начали с регионов. Может быть, у вас уже есть какие-то интересные решения и какая-то своя собственная специфика? Я думаю, что каких-то уникальных решений нет. Лично в нашей компании нет каких-то уникальных решений. Решения все сбалансированы. То есть ты просто должен выбрать лучшее место или хорошее место в городе, дать достойный продукт, дать нужную цену, и тогда к уплате потянется. Ну и, разумеется, конечно, персонал магазина должен быть обучен. А при этом вы говорите про точки продаж в магазины, а интернет, вы освоили интернет? Нет, мы его освоили, но в данный момент он не дает выручки. Абсолютно минимальная выручка, какие-то десятые процента от всего выручки компании. В вашем сегменте приоритет – это точки продаж в офлайне? Ну, я вообще в интернет сильно в одежде и обуви не верю, потому что обувь, одежду человек должен пощупать. Ну, сейчас есть компании, которые привозят, можно померить 50 пар. Да, много таких компаний, но когда мы смотрим экономику этих компаний, они почему-то оказываются все убытки практически. Какие-то инвесторы в них вливают сотни миллионов долларов, там, смысле о будущем. Не знаю, мы как человек более приземленный, я хочу посчитать реальный результат в течение полугода и года. Есть сезон, да, мы его оценили. Вот сейчас прошел у нас сезон весна-лето, мы уже его оценили, пощупали реально. Мы не думаем о капитализации бизнеса. А кто создает коллекции? Коллекции создают отдел закупок. То есть они формируются, исходя из определенных запросов уже от целевой аудитории? Конечно, конечно. А мода, фэшн как-то близки вам с точки зрения при формировании коллекции? Или это больше удобство, цена? Чем вы оперируете? Смотрите, когда мы изучаем мнение покупателей, они 60% на первое место ставят удобство обуви. То есть за это на это удобство? Да. Нет, в любом случае, если обувь модная, не модная, ну, не важно, она должна быть удобной. То есть если обувь очень модная, востребованная, но она неудобная, там неудобная колодка, ногу-ногу режет, или нога не влезает, там нет подъема, никто ее не купит. Поэтому удобство это номер один. А при этом, есть ли у вас какая-то сезонность, я имею в виду привязка, ну, вот опять же-таки, там к коллекциям, к каким-то там современным тенденциям, трендам? Конечно, есть. Конечно, есть. Мы изучаем весь мир. Сколько у вас коллекций в год? Ну, вот если есть... Коллекции в год, ну, у нас два полугодия, и в каждом полугодии 3-4 коллекции. И есть прям такие актуальные, там, трендовые вещи? Есть, есть, конечно. А если говорить о том, вот, что выбирает ваша целевая аудитория, и кто ваша целевая аудитория, вот, что им важнее, на что вы делаете акцент? Ну, я думаю, что мы все-таки делаем акцент на цену. То есть цена — это приоритет? Да, цена — приоритет. И широкий ассортимент. Все-таки, ну, наш лозунг — это центр для всей семьи. У нас есть и детская обувь, и мужская, и женская. У нас есть обувь и из искусственных материалов, и кожаная обувь. У нас есть обувь за 500 рублей, есть обувь за, там, 10 тысяч рублей. А, то есть разные абсолютно порции? Конечно, конечно. То есть в зависимости от качества? Конечно, конечно. Это обувной центр. Это обувной центр. Если говорить вот о, там, то есть вы говорите, это вся семья, значит, ядро аудитории — это, там, семья из, там, трех-четырех человек, правильно? Например, папа, мама, дети. Вот как вы с ними работаете, чтобы привлечь их к вам в магазин и удержать их, чтобы они к вам возвращались? Ну, это трейд-маркетинг. То есть обязательно в сети постоянно какие-то акции. Купи две, там, пары, там, пути-третью бесплатно. И прочее, 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 там, на первую, там, какая-то, на вторую, на третью. Постоянно, постоянно какие-то интересные акции. Есть дискотная программа. Дискотная программа, как это программа лояльности. Да, программа лояльности. Но в любом случае люди знают, они нас уже знают. Особенно в маленьких городах, где мы находимся, там, не знаю, там, 3-5, там, где-то уже 10 лет, когда первый магазин открывались в 2005 году, нас уже знают. Есть постоянные клиенты? Конечно, есть постоянные клиенты, они видят уровень цены, они знают, что в нашем магазине можно ожидать, они приходят, покупают. А при этом, вот вы говорите, что вы начали с регионов. Есть ли специфика, чем отличается покупательская способность и, собственно, восприятие бренда в регионах, чем отличается от московского рынка? Конечно, есть. Но, опять же, в России регион, регионы разные. Если сравнивать Северный Кавказ и сравнить среднюю полосу России, там, допустим, Великий Новгород и сравнить Инальчик. Абсолютно разные коллекции. То есть на Кавказе это должно быть интересное, красивое, страза, яркое. В Великом Новгороде должно спокойно классического быть. То есть вы подстраиваетесь под каждое? Да, конечно, подстраиваемся. То есть у вас нет такого, единая коллекция разошлась во всем магазинах? Да, у нас есть большая коллекция. Допустим, на этот сезон было 5000 из Каю. Но не все из Каю поехали во все магазины. Понятно, есть отдельная коллекция для Кавказа, есть отдельная коллекция для побережья нашего. Это от Анапы до Адлера. Не коллекция отдельная, а какая-то субколлекция. Ну, то есть по специфике регионов. Конечно, но у нас самая большая страна в мире. Посмотрите, что вверх, что вниз. Где-то солнце светит плюс 28, а где-то уже минус 20. Если говорить о кризисных явлениях, изменения покупательской способности с точки зрения покупок, люди сейчас выбирают больше по цене, по качеству. Что для них стало приоритетным и что вы делаете для улучшения вашего сервиса? Вы знаете, люди всегда выбирали по соотношению цен на качество. Не важно, кризис, не кризис. Соотношение цен на качество – это самый важный показатель. В любые времена. Нет такого. Но я думаю, это ошибка, когда считают, что вот сейчас кризис случился, поэтому выбирать самое дешевое. Нет, такого нет. А дешевое может быть качественным? Может быть. Опять же, понятие дешевое для каждого из нас – это разное понятие. То есть кому-то дешевое обувь за 1000 рублей, а кому-то за 10 тысяч дешевое. А что вы делаете для того, чтобы рекламировать за Эндон? Мы делаем достойную обувь. Что мы делаем? Повторяю, вот в этом полугодии бюджет рекламы и маркетинг сократился в три раза по отношению к первому полугодию 2014 года. В три раза мы сократили, а показать их уже не стали. Не стали давать им телевизионную рекламу. Да и слава богу. А давали, да, в регионах? Да, давали. Нет, и в регионах давали, и в федеральные были какие-то заставки. В том году, в первом полугодии был большой бюджет. В частности, Олимпиада же была у нас. Олимпийскую рекламу мы давали во время Олимпиады. Там много денег потратили. Ну, я скажу честно, что, в принципе, большой эффективности не было. В этом полугодии мы поджались во всех ипостасях, в части и в рекламе. И по финансовому результату стало даже лучше. А как вы считаете, в чем тогда успешность? Почему продолжает покупать? Успешность, смотрите, когда стоит магазин «Зендом» в торговом центре, в большом ТЦ. В этот ТЦ уже пришли люди. 20, 30, 50 тысяч. А вы знаете, они идут мимо витрины. Если они видят интересную цену, видят интересное оформление витрин, и видят, что там есть люди, они покупают, и видят, что по ТЦ там идут люди с пакетами «Зендом», они туда заходят. В любом случае, вы приходя в ТЦ, в любом случае обойдете себе магазины. То есть, в любом случае человек уже принял решение, что он что-то приобретет и пришел в ТЦ? Да. Дальше уже второй вопрос. А зайдете в этот магазин второй раз, третий раз? Потому что хороший ресторан живет только на повторных заходах. Второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый. Если в ресторан, допустим, люди в ТЦ не приходят, он через два месяца закроется. Магазин обувной, конечно, нет такой привязки, но 2-3 пары в год человек должен купить у тебя. Тогда магазин будет успешным. Вот они к нам заходят, покупают, возвращаются. А возвращаются больше, зная о спецпредложении, как вы сказали, купи одну, получи второй подарок, или больше все-таки? Они спецпредложения могут увидеть уже по ходу. Зашли, увидели. Может, его не быть. Но в любом случае, у Винсен и ассортимент достаточно, чтобы сделать выбор. Хорошо. Мы продолжим через некоторое время. Давайте. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. В гостях у меня сегодня Андрей Павлов, президент компании «Зенден». Андрей, снова здравствуйте. Ну, здравствуйте. Мы с вами говорили о компании «Зенден». Чем вы привлекаете аудиторию, что интересного вы делаете. А что, на ваш взгляд, сейчас мешает развитию компании в ритейле? Какие проблемы существуют? Я думаю, что проблемы есть у ритейлеров сейчас, у девелокеров. То есть вообще в ритейле, ритейл делится на девелокеров, это аренда, это помещение, и на сами компании ритейловые. Что нам мешает? Нам всегда мешала, допустим, высокая аренда. То есть компании среднего уровня российские наши девелокеры всерьез никогда не воспринимали до последнего года. Сейчас ситуация изменилась, сейчас все требуют больших скидок, кто-то вообще не платит, сколько судебных исков. Да, и вот все это дело пришло к тому, что действительно случился кризис. То есть ритейлеры не платят, многие закрываются, многие закрываются полностью, кто-то вообще с рынка уходит, кто-то закрывает 10-20% магазинов своих. Ну и ситуация накалилась. Какое решение? Решение какое? Ну, смотрите, во-первых, есть несколько проблем в стране. Первая проблема основная, которая затмила сейчас проблему с помещениями, с арендой, это проблема персонала. То есть мы для себя видим... То есть очень много безработных людей. Нет, их нету, их нету, это сказки. Я не вижу этих людей безработных. Кто-то бы хотел работать? Конечно, конечно. В стране назревает яма демографическая. То есть сейчас на рынок труда выходят люди в середине 90-х. В середине 90-х это провал. Это поколение Y. Да, поколение Y или поколение Пипси, не знаю, как еще назвать. По-другому, что этого поколения в разы меньше. Ну, смотрите, в 85-86 год антиалкогольная компания Грибачева раздалась в России 2,5 миллиона людей. А в 98-99 год – миллион двести. Представляете, да? То есть за два года родилось столько, сколько за год в 86-м году. То есть получается, реально людей не хватает. Я даже не говорю о качестве этих людей, потому что, ну, кормили не пойми чем, нас долгие годы лечили не пойми чем. Людей больных, не знаю, там, каждый второй сейчас больной. Это по факту. Хорошо. Надо признать. Поэтому проблемы с персоналом выходят вообще на первый уровень. То есть людей не хватает. Сейчас на рынок выходят вот эти годы, 95-96-97, сейчас на подходе 98-99 самые провальные. То есть нет рабочих рук. То есть кем их будем замещать, эти рабочие руки? То есть на пенсию ходят люди с периодов, когда рождалось там по два, по два миллиона людей, а выходят миллион двести, миллион триста. И какие вот вы как справляетесь с этой проблемой? Потому что у вас много магазинов, нужен персонал. Эту проблему мы остро ощутили. Мы видим, какая идет борьба за персонал сейчас. Она действительно идет. За персонал именно в точках продаж или управленца? Любой. От управленца до продавца, до уборщицы. Идет реально борьба. То есть вы видите, даже рекламу уже размещают по телевизору, придите на работу, тот же Макдональдс. Ну Макдональдс так всегда делал. Ну извините меня, не всегда, не всегда. Когда-то к ним очень не строились. А сейчас вы заходите в любой торговый комплекс, вы первое, что на дверях увидите, требуется продавщица, требуется кассирша. Вы как-то обучаете персонал? У нас есть компенсационный университет, у которого десятки программ различных. То есть это обязательно обучение линейного персонала. От продавца, до магазина. То есть каждый сотрудник должен пройти? Конечно, тренинги, тренинги, тренинги. То есть на всех уровнях. И вот как, на ваш взгляд, это помогает в дальнейшем? Люди к вам приходят и остаются у вас, развиваются? Сколько в среднем человек, люди работают у вас по количеству лет? Ну здесь надо отдельно оценивать саму сеть розничную и отдельно офис. В офисе я не могу сейчас сказать точно, но долго. Реально долго. Топ-менеджера, я думаю, что 8 лет, по-моему, было статистико по топ-менеджеру. Что у вас происходит в сетях, уже в точках продаж? Вот этот персонал, который, ну, по большому счету, не надо иметь каких-то сверхзнаний. Декучесть немаленькая. Ну, я думаю, что она ниже рынка. Потому что продавцы, они приходят поработать, не знаю, кто-то месяц, кто-то два, кому-то полгода надо перебиться. Потому что продавец, это, наверное, не пик карьеры. Ну, безусловно. Это просто какая-то такая начальная стадия. Раньше студенты шли в продавцы. И сейчас идут, и сейчас студенты идут. Но уже не остаются в продавцах. Не, не остаются. То есть это такое временное переборание. Конечно, не остаются. Конечно, не остаются. Но у нас вообще в стране проблема. Перебор продавцов. И охранников. Да, и охранников. Подавцов, охранников. То есть есть же статистика, что в стране 20% у нас ВВП это производство, на 80% услуги. Расскажите, пожалуйста, про ваш военно-патриотический лагерь. Ну, я начну с такой истории еще до лагеря, за год-два до этого. То есть мне очень интересно смотреть цифры бюджета России, бюджета регионов, бюджета муниципалитетов. То есть это, в принципе, все похоже на наш реальный бизнес. У меня есть родной край, откуда я родом. То есть это Новгородская область. Я не москвич. Поэтому, изучив бюджеты Новгородской области и моего родного района, я понял, что пора вообще налоговые платежи перенесить туда. И, в частности, одну из компаний из Москвы перевели в Подри. Подри – это районный центр Новгородской области. То есть там мы стали, так сказать, якорем. Налогоплательщиком. Да, да, бывнейшим налогоплательщиком, да и, в принципе, единственным в этом краю. То есть посмотрел бюджет. Вы знаете, бюджет района небольшой, 140 миллионов рублей. Когда я дошел до статей «Молодежная политика» 8 тысяч рублей, «Спорт» 10 тысяч рублей в год на район, я понял, что что-то не то. Поэтому мы перевели ту компанию. Компания там платит налоги. И у меня есть карт-бланш посоветовать, куда эти налоги направить. И эти налоги мы начали направлять на инфраструктуру в районе. Это спортивная школа, это музыкальная школа, это детские садики, средняя школа. То есть и так потихонечку мы начали проникаться социальными идеями. Я начал и... То есть начали со своего города, со своего места. Да, начали со своего места. То есть мы четко понимаем, что мы платим налоги, и мы знаем, куда они тратятся. То есть мы видим результат. И лагерь это как раз одно из... Ну и так как мы прикипели уже, компания прикипела к этому месту, следующим этапом было понять, а что же сделать, чтобы... Ну, район вымирающий. Сколько жителей там сейчас? Сейчас там 4,5 тысячи жителей. То есть когда я оттуда уходил в армию, там было 6,5 тысяч жителей. За 20 лет 2 тысячи минус. То есть я понимаю, что еще пройдет 10-20 лет, и 4,5 тысячи останется 2. Там бабушки. Потихонечку район там уйдет. Как 10-15 деревень в России ушли с карты. Поэтому поняли, что надо делать нечто, чтобы люди возвращались в район. Чтобы дети там после 11 класса не все уезжали в Новгород или в Санкт-Петербург, а кто-то оставался. Но оставаться что там делать? Самая большая проблема. Да, что там делать? Там есть что делать. Я когда жил там в детстве, я занимал себя полным ходом. Ну, там же нет вузов. После школы нужно... Нет, ты можешь съездить, отучиться и вернуться. И вернуться. То есть ваша задача была создать рабочие места? Моя задача сейчас там очень простая. Понять, а с кем создавать рабочие места. Потому что действительно, люди с головой оттуда вымылись. То есть, знаете, как волна эмиграции какая-то прошла, и получается, всегда съезжают самые умные во время эмиграции. То есть здесь то же самое произошло. Поэтому решили создать уже в своей родной деревне, в самой-самой глубинке, решили создать военно-патриотический центр. Почему военно-патриотический, почему? А потому что, а чем можно зажечь мальчишек и девчонок? Ну, точно, я вот там, допустим, очень церковь уважаю. Я понимаю, что можно построить храм. Но храм не зажгет ни мальчишку, ни девчонку. То есть туда надо ходить. Может быть, там после 30, после 40 мы будем ходить в церковь чаще. А мальчишки и девчонки, ну, в этом возрасте, там, не знаю, от 10 до 17 лет, им надо все-таки наши такие советские ценности прививать, которые нам прививали. И что делают дети в лагере? Какой возраст, во-первых? Ну, возраст от 10 до 17. То есть это классический военно-патриотический лагерь. То есть когда как раз появляется желание погулять побольше? Конечно, конечно. Да, а наше желание их привезти в лагерь, отключить от телефонов, от интернета. И дети занимаются 12 дней, занимаются различными военно-прикладными, трудовыми делами. То есть это рафтинг, скаловазание, стрельба, тактика. Много различных мероприятий. К ним в гости приезжают спортсмены, к ним в гости приезжают казаки, к ним в гости приезжают артисты. Ну, просто вы говорите военно-патриотический, так звучит. А по факту там больше спорта? Нет, секундочку, по факту нет. По факту там очень много военно-прикладных вещей. И очень много патриотики. Потому что каждый день у мальчишек, у девчонок идут военные фильмы. То есть те наши правильные советские военные фильмы. Каждый день у них лекции. То есть лекции о вреде курения, о вреде наркотиков, о вреде алкоголя. Лекции о героях России. Хорошо, но это такое очень интересное вложение компании с точки зрения развития региона. А это, нет, секундочку, это будущее. Потому что если этим не заниматься, вот сейчас этим не заниматься. То будет проблема с кадрами. Проблема, будет не просто проблема с кадрами, будет Украина. Давайте вот еще поговорим о Зенден и вашей обувной фабрике в Крыму. Ну, опять зайдем немножко из истории. В России, почему так слабо развивается производство? А потому что в России приняты законы, поддерживающие ритейл. Особенно малый бизнес. То есть у нас все очень любят говорить о малом бизнесе. Малый бизнес, надо ему поддержку, поддержку, финансирование. Я вот считаю, что в России малый бизнес. В той форме, в какой он сейчас работает. Он, в принципе, ерьмо на шее России. Это малый бизнес. Малый бизнес в своей массе это ритейл. Ритейл, который не платит налогов. Когда мы говорим о контрабанде, о контрафакте, о всех проблемах, о наличных деньгах. Это все малый бизнес. Тот малый бизнес, который нельзя три года проверять. Так ведь? Мы же все за малый бизнес. Давайте не будем проверять малый бизнес. Ну, такой долгий разговор. Прямой вопрос, да, прямой вопрос. А где вся контрабанда, о контрафакте? Где? В большом бизнесе? Да нет. Все это в малом бизнесе. Где самые маленькие налоги? В малом бизнесе. У нас малый бизнес защищен со всех сторон. Потому что я знаю, у меня же много предпринимателей, друзей, находятся в малом бизнесе. И в основном массе это ритейл и услуги. Да, Кать? Угу. Так почему все-таки Крым? Вот расскажу. Почему? И получается, налоги минимальные в малом бизнесе, в большом бизнесе. Как только переходишь в планку малого бизнеса, налоги, обычное налогообложение, НДС, налог на прибыль, все налоги по зарплате и прочее, 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 прочее. Все, сразу можно крест поставить на компании. И многие ставят крест, либо занимаются передраблением. Свой средний бизнес делят на много мелких. И пользуются услугами налогобложения малого бизнеса. И тут в Крыму сделали свободную экономическую зону. И наконец-то в Крыму дали именно те налоги, которые надо давать производству. То есть там сейчас... Конечно. Там свободная экономическая зона. Мы стали членом свободной экономической зоны, там под номером 16. Мне вот все понятно в производстве. От А до Я. Я готов открывать одну, вторую, третью обувной фабрики. Но не способны обувной фабрики работать на обычной системе налогообложения. То есть я либо должен воровать, уходить от налогов, от НДС, какими-то схемами, манипуляциями. И заплату в конвертах раздавать. Либо закрывать фабрики. Так как я не хочу воровать, я их в свое время закрыл. Сейчас дали послабление, дали возможность. То есть, допустим, 7% ЕСН. С таким процентом ЕСН я с удовольствием набираю сотрудников. При 30% в производстве нереально окупится. Поэтому Крым. Да, поэтому Крым. Ну, Крым это климат хороший. Крым это преференция. Ну, в частности, нам выделили участок земли бесплатно. И все это там за три месяца. Все мы обговорили, обсудили, сделали весь проект. Поэтому Крым. Замечательно. Я желаю вам успеха и процветания компании. Спасибо. Спасибо за такие интересные проекты. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом программе подошла к концу. И это была ее ведущая Александра Алферова. В гостях у меня был Андрей Павлов, президент компании «Зенден». Спасибо. Всего доброго.